ребята сейчас я буду отчитываться перед теми кто задан азил мне на лекарства желать нет то просто напишите мне сообщение что не надо больше мы верим тебе вот антидепрессант западного производства вот транквилизатор от тревоги они действуют включил одном это все делается ради такой цели чтобы показать вам что я действительно трачу деньги только на лекарства которые вы мне занадите посмотрите это все прецепту врача строго прецептовый царь в официальной аптеке смотрите здесь флок сети нейролептик тиралиджи который назначает мне врач назначает сразу три препараты флок сети полностью используют не релептик тиралиджи использую ваши деньги пошли на то чтобы я был чтобы я не оказался в тюрьме или не совершил суицид не не знаю чтобы не выставил себя совершенно каким-то придурком дурачком в глазах общества сделал что-то невероятно там потому в кунике performance и лишь отечественное общество конечно смеется на этим хотя может быть на западе этот перформанс был бы очень актуальным интересным интересным художественным решением так смотрите тиралиджи инваленту у меня завершить завершилась больше нету 5 миллиграмм она кстати даже без метров тех она продается без рецепта оказывается у меня все равно рецепт забрали итак смотрите транквилизатор который хуже качества чем образовала но почему-то он производится в германии но хуже качество и дороже и флуоксетин антидепрессант который ускоряет процесс вот я принимаю 1-2 затем один депрессант забиваю простым чая сам дешевым все строго по рецепту врача еще у меня есть рецепты на флуоксетин и на нейролептик тиралиджи и еще лекарства тоже которые даже на учете стоит также у меня остался отечественных локсетин говорят очень плохого качества но все равно покупают самое главное что у меня нейролептик тиралиджи закончился нейролептика по моему мнению вруча самое главное что необходимо мне принимать это действительно помогает мне спасибо огромное вам тем кто задонатил я не ожидал этого я накладываю творчество бесплатно столько лет и наконец-то хочет что-то впервые какая-то вот такая вот материальная благодарность я даже не ожидал что чтоб людей откликнуться я думал меня все будут конца жизни просто позорить сменяться тем что я попрошайничаю там хотя я выкладывался но несмотря на то что я выкладывался рисунки бесплатный никому ни от кого ничего не требовал полностью в подробностях выкладываю меня есть последователь есть те кто копировали их и повторяли мой стиль они конечно же об этом не скажут на эпоху судья мне не важно все ребята чем я еще хотел сказать этот создал паблик эстетика глаз и рук у меня такая спонтанная идея появилась не знаю почему не знаю может это к худшему может к лучшему я не могу изогреть потому что здесь постоянно спрашивает я не робот да я робот я беоробот я вот просто просто болты все хотите вам покажу светофоры смотрите 1 2 считается ли считается светофор ввод светофор торчит вот это считать светофор и знает наверное считается а это считается форум их знает подтвердить его подтвердилось представляешь я не робот ты представляешь оказывается я не робот я считал себя роботом всегда себя оказывается я не робот доказал вконтакте этом ментовскому что я не робот пусть менты посмотрят на мои руки на мои глаза с пивком выберите все изображения с мостами так вот так здесь нет мост моста здесь нет это вроде как похоже на мост это похоже на мост это тоже мост это фиг вами что это вообще западные изображения это не мост . тонкие моста подтвердить во второй раз подтверждено что я не робот просто поразитель неужели я не робот неужели я не беру неужели я просто простой человек у у меня есть хоть немного на крючком зависает что я не делал от того что я не денег у меня комп просто завис и вообще не работает просто завис коп чем еще я хотел сказать сегодня был ужасный день я каждый день занимаюсь рисованием как могу рисунки получается плохого качества потому что получается плохого качества потому что снимаю их на свой устаревший телефон для нового который уже даже не выпускается я все равно рисую даже если мне заставят здесь не просто дадут какую-нибудь вилку и скажут ей рисовать я буду ей пытаться рисовать ботику даже в своем воображении даже с ним то это не видит мне все равно так секунду здесь просто за вниз те кто там если вдруг найдутся те кто будут завидовать глазам там вдруг такие найдутся в россии всякой может то просто видите в гугле макула дистрофия сетчатки глаз обоих сухая все сайты и все упоминания о том что она лечится это все шарлатаны они собирают деньги ничем не лечат это проверено и высокая близорукости вот таким и вот я при этом художник типа я когда я вот вижу таким образом как 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 видит сейчас я вам сам включу сейчас сам включу вам если вы подождите немножко зависает не знаю загрузилась так сейчас я устал я хожу по городу и провожу антивоенную пропаганду никакой благодарности кроме негатива я просто вежливо общаюсь задают вопросы сталкиваюсь я не знаю это вот только в наш это вот именно в снг такое отношение точнее именно в россии в сибири именно в россии может быть день в другом месте получше отношения людей друг другу но они если не сразу скатываются на негатив сразу на срач называемые это не только в интернете это в реальной жизни даже пожилые просто кошмар я просто голос во тьме только я говорю о том что у нас ждет война и мы должны избежать и должны обломать этих банкиров этих заговорщиков этих кучку кое-каких людей которые хотят обогатиться на войне хотят избавиться от населения своего собственного населения других стран которые они контролируют если ты считаешь что это конспирология пожалуйста считай я тебя не сужу это же самое что моя бабушка говорит что я тупой потому что не смотрю телевизор не зная новость что у нас это не происходит точно так же к тебе к тебе отношусь я тебя не сужу ты меня судишь считаешь меня идиотом я тебя не сужу я тебя не ругаю я адекватно могу понять твою точку заведения а ты можешь меня понять вот ты можешь меня понять услышать можешь позвать людей адекватно которые вы послушали моей речи я должен выступать перед людьми говорить о важных вещах которые нас ждет в обществе и как мы можем это преодолеть здесь никому это ничего не это общество обречено это еще и сказала моя преподавательница директриса и одновременно историк по сульковскому училищу свой вкус исключающий в этом сибгау институте я единственный ответил она спросила в ком году была там какая-то куликов какая-то куликовская ли какая-то битва я рот точно ответил идеально точно сказала девчонки садитесь к нему они сидели с губником садитесь к нему вот слушай с умным сидите я знаю что сказала сказала что нас ждет желтые короче что это китайцы назовут короче считает что нас будет население одно из китайцев это она сказала сейчас бы ее за это посадили за экстремизм не нужно купить тире джерва лента будет умеешь деньги еще спасибо тем кто задонатил огромное больше мне не донатит но тех денег у них хватит на простые лекарства то есть не на дорогие которые покупают мажоры там есть есть нейролептики которые стоят там целую месячную зарплату простого человека это покупают не знаю кто я покупаю обычные и трангализаторы принимать чтобы нивелировать побочный эффект который в них происходит у меня синдром беспокойных ног судороги в ногах прочитаю в интернете что такой синдром беспокойных ног в википедии где угодно ты узнаешь что это такое может смеяться ха 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 я вместе посмеемся давай ха 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 как смешно всю ночь человек не может уснуть мучиться под старости вообще ужас представить что будет давай посмеемся так смешно чем у меня с детства это все умеет из детства это от нервов еще это от нейролептика как это понимаешь неролептики и антидепрессанты и обратного захвата серотонина короче другие дизайн дипсанта существует походу не существует усиливается вот этот эффект очень сильно особенно если не качественно нейролептик поэтому приходится нивелировать трангализатор убирает если вы почитаете то он убирает спазм вот это называется говорил забыл судороги убирают короче в ногах вообще су судорожно это состояние они убирают которые сильную этот нервов тег создает итак кто-нибудь будет меня слушать или нет то есть будет я хожу по улице и разговариваю с простыми людьми скажу им как дурак и разговариваю с ним задаем вопрос серьезные темы можете смеяться никто из вас не задает такие вопросы простым людям потому что вам не нужно да я понимаю у вас работа все такое учеба карьера я хожу и задаю людям простым самым разным вопросом может посмотреть на видео я выложу сегодня смеяться можете надо мной так вот задумайтесь по помощи себе живете здесь люди не могут с другом договориться разговаривать по нормальному если на такие серьезные темы они отвечают так как они то что они говорят так безразлично с таким негативом знаешь сразу переносит темно на твою личность там что ты ничто что ты там художник никто там когда к я говорю о реальных вещах не о себе не о себе говорю а а вот вообще а то что там что нас ждет с ним невозможно говорить невозможно мне нужны люди мне нужны люди с как с кому я могу рассказать желательно молодые люди пусть они там срач устраивает пусть они там меня поносят в комментариях но главное чтобы они услышали меня это очень важно только молодые люди могут это понять прошу вас найдите мне людей конференцию куда я вступлю и раз свою речь расскажу свою речь выскажу свою речь мне без разницы и покажу свой рисунок один и это западет он в душу на всю жизнь они будут презирать смеяться надо мной там читать меня клоуном еще кем ну всякое такое но этот рисунок мой западет им на всю жизнь и это изменит их судьбу на всю жизнь это избавит их от разрывной пули в лицо на войне это избавит их от этой пропаганды которые повсюду здесь идет не плевать пусть меня смеются надо мной издеваются главное чтобы вы были счастливы ваши родители были счастливы они нечастны писать ты вернешься с войны искалеченным это счастье по-твоему или нет можешь смеяться за на можешь хоть что делать позови меня в конференцию пусть там вы будут самые глупые люди которые будут смеяться надо мной пусть они послушают мою речь созови конференцию 100 человек хоть хоть сколько человек и пригласи меня скажи что может даже надо меня назвать без разницы с кем угодно я выскажу свою речь не без разницы пусть они издеваются надо мной хоть смею за там тысячи замене маски всего делают чего он очень хочет делать не знаю главное чтобы они увидели мой антивоенный рисунок и чтобы они увидели услышали мои пояснения к этому рисунку и все больше мне ничего не надо я это пытаюсь добиться я хожу по улицам этого города который внушает тебе депрессию ужас я не знаю черствую безразличные друг другу люди разрознен город закрытый на карантин ездит машина как в чернобыле говорит голоса женский голос потому что карантин там коронавирус создавай конференцию пусть издеваются на пусть пусть распинают мне пусть привет на меня пусть вообще хоть что делают но они увидят мой рисунок один рисунок и услышат пояснение к этому рисунку и это изменит их жизни всегда я в этом убеждён уверен не имея без разницы на себя пусть хоть задеваются хоть хоть вообще там хоть хоть распнут меня хоть что сделаю главное спасти от будущего войны а война будет потому что сейчас растет есть один блогер такое и буду говорить о чем правильно говорил что женщины рожают все от всяких алкоголиков там прочь мы не всем в том городе камень где он живет от алаболиков всяких маргиналов прочего 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 но я тоже маргинал кстати но только от меня не хотят рожать детей они рожают именно таких детей которых которые когда вырастут их государству не выгодно их содержать потому что они не будут работать как и я кстати я зелье паразит и смотри и они знаешь что достается сделать она отправит их на войну просто как пушечное мясо неважно куда простые люди будут с одной стороны с другой стороны давать друг с другом вот когда я рисую мелками на татуар отморозки подходят ко мне на крыль города и видят как я рисую которые обычно видео такого человека как я и любого ходить они избивают или грабят или обзывают один из них плюнул семечками на мой рисунок я без разницы продолжил рисовать словом где мне вообще все равно потому что через мои руки идет эта энергия через мои руки я ключ я инструмент в руках нечто не никого существ неких существ никого высшего существа и низшего не знаю но творческого существа и один из них из этих отморозков которые обычно ситуации избил любого очкарика там все такое он сказал подбери точнее тогда у меня не было очков но это неважно сказал подбери видишь человек рисует представляешь отморозок сказал видишь человек рисует он никогда в жизни таких слов не говорил ему родители никогда таких слов жизни говорили понимаешь я устал я буду здесь биться один голос во тьме меня не будет ни одного сторонника практически в реальной жизни здесь у меня нет ни одного сторонника никого здесь нет этом городе никого нет меня читают со мной вообще не хотят разговаривать посмотрите мои видео я скрыл многие видео к 100 момент стучался из выложу вы посмотрите как я общаюсь но я сам виноват что я ищу но не просто я я без таблеток я не принял таблетки я поэтому эмоционально стал общаться слишком потому что это важная тема для меня это война задевает меня а их это не задевает они на меня начинаю они переносят все наличие тебя тебя унижают они просто не способны с тобой вообще раздать куда на разном языке как будто бы я какой-то иностранец как будто они какие-то соскутые я не знаю даже даже в таиланде когда я был я мог найти общий язык они были более открытых они были вообще как люди открытые чем здесь я не знаю почему так происходит это государство так сделано это выгодно тем кто сверху это выгодно тем сколько сверху и войну устроит тем те кто сверху то никогда не воевали кто не воюет и не буду их дети никогда не воевали не воюют и не будут воевать они никогда не работали их дети не живут нашей стране все смотрите мои видео я разговариваю пытаюсь поговорить с прохожими хватит вам смелости подойти и так поговорить с прохожими как мне хватит нет вам хватит только разрушить разрушить моих детей мы мы пейзаж которые делают красивые на разваленной стене и назвать меня тряпкой ничтожество из-за того что у меня паническая атака больного человека назвать тряпкой ничтожеством очень высокая честь и радоваться этому очень высокая честь и травить вы действительно настоящие люди вот мне стыдно смотреть себе на себе зеркало вам вы радуетесь дело ваше что хотите делать нет мне плевать на себя можете хоть там тысячу статей применять детку и урод там гад и все такое я что это вообще там виной вообще просто что там вообще еще хотите придумать создайте конференцию дайте мне аудиторию я выскажу найти военную тему я выскажу лучше всех пожалуйста пропаганда промывает мозги людям неужели вы это не видите милитарическая пропаганда они готовят молодежь войне я устал говорить я один здесь и один ты вот и девушка ты встречаешься с парнем сейчас молодым вы там и пьете пьете курить это ну я не осуждаю просто то что курите осуждаю читаете рэпчик то дальше вам сечен или путин или кто-нибудь еще скажет давайте на войну вот в эту маму вот вы матери вот вы девушки этих парни если вы их любите чем я сомневаюсь по-настоящему можете им сказать показать мой рисунок мой рисунок по ссылке в каком аутсайдер аутсайдер арт час покажу покажите им рисунок всем кто хочет идти на войну покажите им рисунок смотрите видно или нет вот по ссылке в каком аутсайдер арт not war идите в поисковике not war я художник александр леонин not war зачем идти на войну скажи подумай что эти пуля прилетит в лицо разрывная так как сказал николай базили очень мало известный блогер очень точно он сказал перейдите по ссылке покажите это своих броням если вы родители пока перейдите по ссылке покажите мой рисунок своим своим мужчинам своим своим дочерям чтобы они своим парням сказали не ходи на войну ради кучки олигарх кучки этих банкиров кучки этих сейчас будет конспирология кучки этих за кулись которые за кулисью сидят и они решают сколько будет население на земле какие должны быть люди и не кто должен куда-то перемещаться кто не должен они создают условия в государствах такие что люди вынуждены переезжать в москву и там работать за копейки они бы работали у себя стране у них страны богатые нефти и все прочими ресурсами и правительство создало невыносимые условия поэтому они сюда приехали вы понимаете что просто раскройте свои глаза услышьте меня дайте мне сказать речь призываю делать донати где же сармат убер маргиналу там еще этому знаю кому который кочеком и дайте чтобы они сделали на меня обзор где я говорю эти военные речи где это очень такое пройдя военные знаешь они чтобы они меня леваком сразу посчитали все такое и рисунок этот чтобы те кто их подростки смотрят чтобы они увидели это и чтобы создана была конференция в контакте или на ю тубе или где или дискорде или где угодно из ста человек из хоть сколько человек я им раз я расскажу будут толкну речь в общем это вам выгодно тем что вы посмеетесь надо мной вы устроите хай шоу а мне это выгодно тем что вы будете защищены от будущей войны и вы будете жить в лучшем мире который я предлагаю смотрите мои видео прощения мне все равно на меня я лишь инструмент и лишь инструмент в руках высшей высшей власти чтение власти в руках бога в руках иисуса можете прямо это убер маргинал скинуть чтобы ржал и вызвал меня на конференцию чтобы там было сто человек если там будет меньше ста человек я не соглашусь что как можно больше увидела это все я устал говорить